Сыграй в Bad Parenting. Юджин, поиграя в игру Bad Parenting 1, Mr. Red Face. Юджин, пожалуйста, сыграй в Bad Parenting. Юджин, пожалуйста, сыграй в Bad Parenting. Юджин, хороший хоррор, есть ли, пожалуйста, название? Хорошо, давайте сыграем. Всем хай, с вами Юджина, и сегодня мы с вами будем играть в игру Bad Parenting. Это игра с очень необычным визуалом, и она похожа на JPEG-картинку низкого разрешения, которую растянули на огромный экран. Все поплыло, и это интересно, я такой стилистики еще не видал в играх именно, и нельзя никак разрешение исправить, в общем, это вот такая игра. И, судя по всему, она будет затрагивать какие-то очень тяжелые темы касательно родительства, а именно плохого родительства. Первый эпизод, я так понимаю, здесь будет много эпизодов, конкретно этот эпизод называется «Мистер Красное Лицо». Давайте попробуем поиграть. Надеюсь, будет страшно, надеюсь, будет интересно. Плохое родительство. История первая. Это типа реальные истории? Мистер Красное Лицо. Это как дверь отыгрывает музыку, получается. Мам, ты снова поздно вернулась. Ой, я же была занята на работе. Войди в мое положение, наконец. Но сегодня мой день рождения. О, конечно, я знаю. Тогда где мой подарок? Ты когда-нибудь слышал о Мистере Красное Лицо? На дне рождения хорошего ребенка. Мистер Красное Лицо тайно оставляет подарки, пока тот спит. Правда? Мама, не могла бы ничего легче придумать? Красное Лицо, это страшно. Это синяя борода, вот типа того. Жуткие истории. Жуткие персонажи. Ну, конечно, правда. Так что, если хочешь подарок, нужно мигом идти в кровать. Тогда я ложусь спать, мам. О, батя угарный. Снова ты обманываешь ребенка. Который раз ты возвращаешься так поздно. Я работала. Моя смена поздно закончилась. Пиздеж. Прям при ребенке. Отлично, батя, мраво. Я все не понимаю, как можно при детях материться. Мне кажется, это надо... Лучше не стоит. Мои родители при мне никогда не матерились. Мат – это что-то такое, что лучше собирать на улице. Там коллекционировать. А дома должно быть как-то залайтово, мне кажется. Окей, папу не проведешь. Все еще думаешь, что я идиот, не так ли? Эй, мелкий засранец, возвращайся в комнату. Блин, я на секунду подумал, что батя будет на моей стороне. Он такой, ты где была у ребенка на день рождения? Мать, ты мне изменяешь. Ты изменяешь моему сыну. Ты всем нам изменяешь. Но оказывается, нет. Папа никого не любит здесь. И он очень крипово сейчас смотрит на нас. Не подслушивая разговоры взрослых. Ладно. А, вот все, мы играем. Сын-са. Один и два? Что? Что это значит? Один и два? А. Один и два? Я не понимаю значение один и два. Ну ладно, я попробую поиграть так. Я пойду. Вот это дом. Вот это квартира. На самом деле, большая. Правда, не обставлено. Но, видимо, они купили квартиру на все деньги, что у них были. С мебелью потом решили разобраться. Я как вспоминаю себя мелким. Реально, все казалось таким огромным, большим, длинным. Заходишь в лифт. И кнопка первого этажа очень высоко, гораздо выше, чем ты. Это родительская комната. Давайте пошаримся здесь. Погодите. А что, они раздельно спят, что ли? Ладно. Я правильно вообще что-то делаю? Использовать... А, Е. Погоди. Ничего нельзя заюзать. Хорошо, туда я в свою комнату иду. А где здесь ванная? Где туалет в этой квартире? Вот моя комната. Почему эти музыки всегда тоску вызывают? Кто-то идет? Либо папа уже бьет мамину голову о стену. Это прям очень жутко. Это мистер красное лицо? Да. Да, это я. Нам это все привиделось. Я пойду к тебе в шкаф, малой. Типа, утро настало? Здесь даже окон нету. А почему туалетная бумага лежит на столе? Хорошо. Я иду к вам, мистер красное лицо. А, нельзя. Подарок, погодите. Подарок от мистера красное лицо? Да ладно? Какая дичь. Какая дичь. Привет, я Рон. Ааа, говорящая кукла. Что ты говоришь? Конечно, я ведь был создан магией. Так мы еще и выглядим одинаково. Верно, мой хозяин сделал меня специально для тебя. Твоя шея немного странная. Все хорошо. Иногда хозяин завершает ошибки. Это еще мелкая оплошность по сравнению с остальными куклами. Сейчас важно лишь то, что теперь я твой лучший друг. Это так классно. Хочешь поиграть со мной? Мой хозяин оставил мои игрушки в шкафу. Можешь, пожалуйста, достать их? У него у игрушки есть свои игрушки? Эй! А ну выходи оттуда. Шкаф все еще застревает. Попробуй еще раз. Я сделал все, что мог. Не открывается. Может, поделаем что-нибудь еще? Я голоден. Ты же кукла. Ты можешь есть? Нет, есть будешь ты. Но я смогу чувствовать все, что ты ешь. Мой хозяин связал наши с тобой чувства и эмоции. Так что я могу легко понять тебя. Вау, как здорово! Кукла офигеет. Возможно, мы будем видеть, как кукла меняется. А... У-у-у! Если... Еще... Дверь. Аккуратнее. Если сейчас будет все показано через куклу... То есть, знаете, часто детей, когда даже они в суперхреновых условиях растут, ты видишь, что у них... Ну, конечно, да, у них есть подавленные вот это... Мало эмоций они проявляют. Но при этом, как будто бы их не особо... Как правильно выразиться, чтобы было корректно. То есть, типа, конечно же, это сильно и на них эмоциональный отпечаток оставляет. Но у них такие ровные лица. Немножко кукольные на самом деле. Я просто сам видел такое. Потому что все мои дети так воспитаны. Ладно. Шучу. Короче, если сейчас на ребенке никак не будет отражаться, но вся боль будет отражаться именно на кукле, это будет стрёмно. Мама-папа. Они на работе, видимо. Ладно, давайте поедим. Ты читаешь это письмо в час дня. Не так ли, Соня? Я приготовила твое любимое блюдо и оставила в холодильнике. Так что не забудь разогреть. Я начала замечать, что ты ленишься кушать. Ты знаешь, что меня подолгу нет дома. Так что, пожалуйста, научись заботиться о себе и перестань заставлять меня волноваться. И еще одно. Не забывай принимать лекарства после еды. Мама. Хорошо. После еды лекарства? А какие? Где? Какие? Вы кое-что другое держите. А как перестать держать? Куда деть куклу? Стоп, вот лекарства. Может быть, я должен есть у себя в комнате? Не знаю. Как? Куда деть куклу? Куклу куда деть? Вы что-то еще держите. Да, я понимаю. А как мне перестать держать? Куда тебя усадить? А, вот, наконец-то. Греть-то нужно? Да. Окей. Ну что, давайте покушаем. Твоя любимая еда? А хочешь, я покажу тебе магию? Да, пожалуйста. Ну давай, сейчас в этой тарелке будет бесконечная еда. Каждый раз, когда ты поешь, блюдо появится снова и в том же виде. Потому что я на самом деле не ем. Это мне хотят сказать. Ого, глазам не верю. А что еще ты можешь? Бухни, сынок. Что это? Это винишко? Сейчас разобьет. Он бухнул сам. Да это сейчас было. без понятия догадайся о нет бутылка папа надерет назад я надеюсь он еще спит папа не волнуйся мой хозяин забрал твоего папу что ты сказал еще сказал ладно таблы таблы забрал папа и я должен куда пойти сюда нет возможно в их комнату а кстати вот дверь то еще и скорее всего ванда опа ты здесь уже где мой папа я же говорю мой хозяин забрал его почему потому что твой папа плохой человек он тебя бьет и постоянно кричит таких родителей забирает мой хозяин чтобы защитить детей как ты но это перебор мой папа такого не заслужил а плохой человек это не так прошу отпусти папу умоляю тебя ладно ладно но моему хозяину это не понравится до места где держит твоего папу проложен очень долгий путь тебе нужно срезать путь если хочешь добраться туда вовремя чтобы спасти его как это сделать с помощью своего шкафа ладно гол в свой шкаф но закрыт же прикольная игра до закрыта ты все еще не можешь открыть его это конечно не радует но тогда воспользуйся шкафом твоих родителей понял давай гу имей ввиду что эти шкафы служат порталами они перенесут тебя туда у тебя куда угодно даже в то место где держит твоего папа попробуй ничего нет а ну да забыл тебе придется совершить несколько действий принеси радио папы положи перед шкафом а где радио папы радио папа такое радио вы слушаете радио папа привет сынок я знаю ты меня слушаешь я тобой горжусь да нет конечно ты настоящее разочарование вы слушали радио папа папа ну давай поставим это радио послужит кнопкой от лифта сперва нужно выбрать частоту выбрав нужную дверь откроется в том месте которое тебе нужно это место кажется это не то попробуй еще разок это была природа чёрт и неприятно закрой закрой кто это был как будто персонаж из чил из арта это оно? думаю это оно иди скорее в него я останусь тут и присмотрю за домом блин это очень необычная игра ой 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 мы в лесу так там машины и костер это что за гадалка? вам помочь? я ищу своего папу дайте описание его зовут Брюс секундочку здесь много Брюсов можно подробнее? этот Брюс хорош или плохой? ну мой папа такой человек который часто злится значит он плохой Брюс посмотрим и все еще много плохих Брюсов больше деталей пожалуйста что еще он делает? он часто кричит этого недостаточно иногда он меня бьет и шлепает тоже и и все дверь позади вас один только такой как будто через вот эти фантазии ребенок наконец признается самому себе какая дичь с ним происходит могила это все другие игрушки другие дети посмотрите на его лицо ребят вы кто как и ты и дети которые ищут своих родителей но мы пока тут задержимся не хочешь к нам простите ребята но я спешу окей потом увидимся и какие это вообще похороненный ребенок ладно папа что с тобой прошу не надо меня наказывать это я по прошу не надо меня наказывать что что он с тобой сделал пойдем домой или мистер красное лицо заберет нас обоих прошу не надо меня наказывать я повернусь и будет а чё ты что заклятие это нас со стороны показывает о мама недовольна ты слишком слишком меня пугаешь эй что с тобой не так почему ты сидишь в шкафу мистер красное лицо забрал папу о ну тогда все нормально я не шучу долгая история сейчас расскажу а как там твоя кукла рон с ней все хорошо кукла мам ты о ней знаешь я не узнала как только ты перестал принимать лекарства это ведь не первый раз когда у тебя такие галлюцинации и всякий раз новая история но эта кукла была в каждой из них ты что не помнишь нет эх даже не представляю что с тобой происходит иди спать уже совсем поздно пойдем спать кукла летает кукла летает угоел мое это красное лицо какой он неприятный он меня задушил он забрал меня сынок что произошло ты в порядке где я я на кровати мамы тебе стало лучше да мама это мистер красное лицо все хорошо завтра я возьму выходной и останусь дома с тобой правда обещай мне мам обещаю а теперь спать хорошо мам мам эх ты снова нарушила свое обещание каким образом вообще слышу птиц когда тут даже нет окон и и опять записка на холодильнике нет скорее всего нужно в нашу комнату идти там будет ждать рон рон ой он стал еще хуже выглядеть избитый он избит что с тобой случилось мой хозяин мой хозяин выбил из меня все дерьмо ему не понравилось то что было вчера прости меня это моя вина и еще ты случайно мою маму не видел мой хозяин забрал ее это было так внезапно прости что я не смог его остановить тебе лучше бежать иначе он вернется но уже за тобой нет мне нужно спасти своих родителей и как же посмотри что он со мной сделал это кукла это есть мы это что ад магия я нашел это в том месте где был папа думаю она поможет нам справиться с ним это же заклятие чтобы убить мистера красное лицо скорее беги в шкаф и найди то место куда забрали твою маму в той шкафа да в шкаф родителей шкаф родительский какая мерзкая лампа здесь светит как будто я в притоне нахожусь когда смотрю на ковер окей уже не нужно частот настраивать походу а че здесь никого нету а что с ними вы живы спрятались от кого то кто там мама ой быстро брось туда заклятие прячь из укрытия а как сделали все остальные дети видимо сюда тихо как спрятался что не скрепился и но в в в в в в А ваши еще не сработали, походу, да? Это мое личное заклятие сработало. Я должен пойти проверить, естественно. Рон? Ну, видимо, нам нужно уходить. Походу, мы убили мистера Красное Лицо. Походу, мы победили в этой игре. Мы прошли... Господи! Что с тобой случилось? Мой хозяин повержен. Магия, которая была во мне, исчезает. И ты тоже? Не волнуйся, я этого и хотел. Лучше выйди и беги к родителям. Папа, нет, только мама. А, нет, у него оба здесь. Папа! Мама! Вас освободили! Я так понимаю, у тебя была интрижка? Я сказала тебе, что была на работе. Врешь. Ты отвернулась от этой семьи ради другого мужика. И тебе не стыдно, что ты врешь сыну? Ну, а ты что? Думаешь, ты лучше, чем я? Ты просто сидишь на моей шее уже целый год. Что ты за отец такой? И не важно, где я. Это мое дело. Я приношу деньги в дом и забучусь о сыне. И если ты все еще думаешь, что я шлюха, то ты пал еще ниже, чем это было возможно. Вам! Пипец. Еще одно слово. Ладно. Мы разводимся. Одному из нас придется уехать из этого дома. И если увижу тебя здесь завтра, мы с сыном уедем сами. А ну стоять. Я с сыном остался. Она оставила меня с ним. Он же мне... О, боже мой. Она оставила меня с ним. Он пьет точно так же, как кукла. Бам! Это он и был, мистер Красное Лицо. Я ей этого не позволю. О, нет. Неужели он идет в комнату? Ко мне? Он задушит? Вот что с моей шеи этой куклы было. Нет, нет, нет. Этого не может быть. Мне жаль, Рон. На твой шкаф. Теперь можно открыть. Это я? Почему я ничего об этом не знаю? Ты все знал. Ведь я твоя «понимающая» в кавычках часть. Ты пытался отрицать все эти вещи и придумывал истории, чтобы заставить себя чувствовать лучше по отношению к себе и своему папе. Ну и я... Я должен найти способ вернуть тебя к реальности. Попыток было много, чтобы помочь тебе принять эту правду как можно легче. И каждый раз не выходит. Угадай, что потом. Так, бах, воспоминанием конец. И ты снова просыпаешься в ту ночь, когда папа убивает тебя. Как давно я мертв? Четырнадцать дней. Этого не может быть. А что на самом деле с родителями? Ой, папа, он прячется в дешманском отеле. Пойдем домой, папа. А мама? Она меня видит, да? Верно, потому что она возвращается домой только поздно ночью. Но когда наступает день... Сынок? А-а-а, нифига себе! Она общается со мной только в темноте. Типа призрак. А-а-а, нифига себе! У вас есть предложение, где прячется... Предположение, где прячется ваш муж? А-а-а, как будто на меня смотрит. Вы, кажется, уронили что-то, девушка. Это что? Это визитка мотеля. Но не думай, что она моя. Убийца-отец арестован. Убийца-отец. 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 Да, очень тяжелая тема затрагивает этот хоррор. Очень короткий. Я думал, что он будет на час лишним. Меня определенно впечатлило. Необычная подача. Хоть вроде бы сейчас стараются делать хорроры с такой сраной графикой и так далее. Но они прям сделали... Во-первых, из-за того, что история про трудности воспитания, нет. История про жестокое обращение с детьми, про сломленных родителей внутри, неизвестно по каким причинам. Короче, просто супер-мега-токсичная атмосфера внутри этой семьи конкретной. Она хорошо показана благодаря вот этой графике. Она такая зеленая, прям ядовитая, ядовитая. И при этом с детским закосом, попыткой сделать детские модельки, особенно ребенка, как будто все игрушки. Это такая жуткая история, очень жуткая. И я только могу порадоваться, что у меня было нормально в детстве. У меня были очень добрые родители, мы очень хорошо с ними общались. Одним словом, это был жутковатый, очень интересно поданный хоррор. Хотелось бы, чтобы он чуть подольше был. И в целом я суть разгадал практически сразу, в чем фишка будет этого хоррора. И, кстати, я сейчас вижу Red Face, и когда смотришь на слово Мистер, кажется, что это лицо. Смотрите, глаз-глаз, щеки. Похоже на лицо, что жутко достаточно. Я надеюсь, что вам понравился этот хоррор. И вы, как и я, а я жду, между прочим, вторую часть, второй эпизод. Мне показалось, что это интересно. Это, по сути, будет как First of Adam. Эпизодная хоррор-игра. Кстати, можете позырить ее здесь, либо в описании. Все прохождения всех эпизодов у меня есть. Они, кстати, долгие. Вам будет кайфово смотреть, обещаю. Вот, ждем Bad Parenting 2. А я пока буду переваривать, что ли, то, что я сейчас увидел. Спасибо всем еще раз за просмотр. С вами был Юджин. Всем пять.